Карта звездного неба, макет солнечной системы и все, что связано с космосом и космонавтикой. Кабинет в 15 квадратных метров в центре внешкольной работы поиск. Это мир, в котором живет вот уже не один десяток лет астроном-любитель Эльза Яковлевна Медведева. 85-летний пенсионер учит детей разбираться в межпланетном и в межзвездном пространствах. И очень возмущается, когда молодежь заявляет, что Земля плоская, а Солнце крутится вокруг нее. Мы живем в эпоху мрак-вобесия. В 1556 году было общество плоской Земли. Закрыли это общество, потому что неразумно. Теперь вновь почему-то считают, что Земля плоская. Но так и есть в средневековье. Солнце восходит и заходит, значит, Земля стоит. Но это тоже уже. Теперь даже дети понимают, если доказать немножко трудновато, но головой-то все понимают, что не Солнце вращается вокруг Земли, хотя оно восходит и заходит. Видимо, глазками, да? Вот. А то, что Земля вращается вокруг Солнца. Научным мировоззрением по нестандартной методике с учениками начальных классов делится и пенсионер Татьяна Элькина. Для нее самое важное в жизни, чтобы ее воспитанники стали не только образованными, но еще и выросли нравственными людьми. Учитель гордится своими выпускниками. Многие нашли себя в жизни, стали успешными бизнесменами, кулинарами и чиновниками. Сегодня у нее новый первый класс и уходить на покой Татьяна Элькина не собирается. Еще четыре года впереди. Я этих детей должна двести. Должна выложиться и дать им все, что только могу. А они, вы знаете, просто чудо. Они подпитывают тебя вот такой энергией, вот такой азарством, вот такой подвижностью, что просто забываешь про все болячки. Нет, действительно, это здорово. Работать вот в младших классах – это просто чудо. В центре внешкольной работы функционируют и бесплатные секции – спортивные, искусств и прикладного творчества. Из 40 преподавателей половина – пенсионеры. Это здорово, что есть такие учителя, которые могут и в пенсионном возрасте активно трудиться и активно работать с детьми. В нашем учреждении, если мы занимаемся дополнительным образованием, то как бы вот эта житейская мудрость и педагогический опыт, наверное, больше всего привлекательны. Астроном Эльза Яковлевна Медведева мечтает, что когда-нибудь в Самаре откроются свои обсерватории и планетарии, а пока делает все, чтобы увлечь своих подопечных далекими и в то же время такими близкими звездами. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События.